Приветствую вас, Александр. Я думаю, что очень хорошо, что вы обратились за помощью, потому что вы сделали первый шаг к изменению своей жизни. Ответы на ваш вопрос будут следующие. Никак. Бороться с данной проблемой не нужно. Данную проблему нужно раскрывать. Знаете, раскрывать нужно проблему. Вы боретесь постоянно. Вам это ничего не дает. Только на борьбу уходят силы и появляются новые мысли негативные. Поэтому бороться ни с чем не нужно. Нужно раскрывать значение, смысл и цели того, что с вами происходит. Первое. У вас проблема с лишним весом, да, возникла только три года назад. Соответственно, три года назад что-то произошло. Что-то изменилось, что-то стало по-другому и так далее. Что именно изменилось, что конкретно поменялось, что произошло 103 года назад, что вы стали задумываться о лишнем весе. Необходимо узнать. Было какое-то событие, была какая-то травма, было какое-то происшествие. Был какой-то эмоциональный стресс, что-то еще. Это породил у вас комплекс. Комплекс это эмоционально окрашенная и эмоциями же соединенная цепочка событий, которая остается в психике человека, цельным куском, не дифференцированным. Иногда это еще называется интроэкционно. Можете почитать об этом в интернете. Так, значит, вы пишите, что мне не дают такой мысли о том, что у меня есть лишний вес, хотя говорят, что я все говорят, что я выгляжу нормально. Хорошо. Что страшного в том, что если у вас есть лишний вес, и что в этом страшного? Я не могу нормально воспринимать свое тело, принять его таким, какой оно есть. Опять же, так было всегда или три года назад. Только началось. Опять же, почему вы не можете воспринимать свое тело? На что вы ориентируетесь? Ведь если вы не можете воспринимать свое тело, значит, вы ориентируетесь на какие-то идеалы, на какие-то стандарты. Откуда они идти, а стандарты взялись. Каковы они? И почему вы считаете, что... Именно эти стандарты должны быть тем, на что вам нужно ориентироваться. В последнее время у меня появились навязчивые мысли о еде. Ну, понятно, потому что вы, наверное, голодаете и хотите есть. Вот, если вы не насыщаетесь, если вы не чувствуете чувство сырости, вот, если вы не едите ничего вкусненького там и так далее. Вот, если вы голодаете, я не испытываю, я не хочу что-то съесть, потому что вы себе это запрещаете. Вы себе запрещаете. А возможно, возможно, вы хотите что-то съесть для того, чтобы себя обвинить. И обвиняем себя, вы чувствуете себя безопасным. Потому что, да, вы точно знаете, что делать. Тренировки, вот эта вся история, то это то, что дает вам безопасность и уверенность. Вот. У меня появляются чувства вины, кто обвиняет, кто обвиняет. Страх увеличить свои объемы. Чем это для вас страшно? В основном я питаюсь обезжиренной пищей. Иначе, если я с чем-то пожарный, я буду измерять себя с тренировками. Иначе не смогу дать себе покоя. Отгуда все это произошло? Понимаете ли вы, что, как бы, ну, жиры, они нужны человеку. Жире они нужны организму. Вот. Что значит, буду измерять себя тренировкой? Вот. Давайте подробно это раскроем. Что это отношает? Чувство натяжения тоже не отчаяния. Вот, поэтому вы хотите есть. Кстати говоря, чувство натяжения, да, вот отсутствие его противоречит тому, что вы пишете, что не испытываете голода. И не голодать. Ну, я могу есть один-два раза в день, иногда три, и еще один дополнительный. В такие дни, мое состояние ухудшается. В смысле? Как именно? Я стараюсь есть больше полезной пищи, и даже по утрам ем ложку арахисовой пасты, не зряя на то, что она калорийна, я понимаю, что это хорошо для организма. Опять противоречия. Я никогда не голодал, не казалось лобителями, как обычно делают людям с таким же таксином. Ну, вы дойдете, дойдете до этого, у вас, возможно, все только начинается. Радует, что три года назад, столько-столько началось, застудить обычно это с детства, происходит у вас только три года назад. Так что... Все можно исправить. Вот. Наверное, что мысли о еде, это запрет. Нажелать... Нажелать... То есть... Скорее всего... Скорее всего... Ваши родители, они... Ну, например, допустим... Подначили вас... Что-то съели... Что-то хотели, чтобы вы съели что-то... А после обвиняли вас, там, например, в том, что... Вы там толстый или что-то еще... Что-то еще... Вот. Ну... Допустим... Тут как бы тоже, конечно, есть... Определенные... Определенные... Варианты, да? Того, как это обстоит. Ну, я думаю, так. Вот. То есть, обычно, человек с навязчивыми мыслями, это как? Да, вот. У меня есть навязчивая мысль. Я думаю об этом, потому что я этого хочу. Я не удовлетворяю свои желания. Ну, вот. То есть, у меня навязчивые мысли о еде, потому что еда мне что-то дает. Да? То есть, не о самой еде, как таковой. А еда мне что-то дает. Что-то, чего я себе лишаю. Вот. В данном случае, это может быть, например, ну допустим, допустим, в данном случае еда, это может быть тем, что позволяет вам, как я уже сказал, себя обвинять и четко знать, что вы делаете, четко знать, что вы делаете и что вам делать. А когда вы себя не обвиняете, вас постоянно, вот, вам постоянно очень хочется сделать чего-то, что-то запретное. Это, в кавычках, запретное. Вот. Но, возможно, и другие варианты. Потому что информации вы подоставили очень мало себе. Вот. То есть, любые комплексы, да, любые комплексы вообще, это всегда связь с мнением других людей. Это всегда связь с мнением других людей. Вот. Понимаете? Это всегда неуверенность в себе, в своих ценных, в своих собственных аспектах. Вот. Что касается принятия себя, то здесь история такая, такая, что... принять себя можно только в том случае, если вы руководствуете своими собственными чувствами. Вот. Пока что, пока что, я вижу, что вы руководствуете исключительно, ну, чувствами других людей. То есть, как бы, может быть, не чувствами, но желаниями других людей. Но, судя по тому, что вы его снимаете при неотплатил, да, вы ориентируетесь на других. На мнение других. На стереотипы других людей. Вообще, на стереотипы вы, вы, как бы, ориентируетесь. Вот. Знаете? Какая история. Это не может, не может быть, эм... Просто так. Это не может быть, эм... Это не может быть просто так. Это не может быть на ровном месте. Поэтому, чтобы себя принять, нужно ориентироваться в первую очередь на себя, на свои чувства, отделить, где вы, где вы, да, Ваши собственные взгляды, а где взгляды других людей. Вот. И, соответственно, с какой целью эти взгляды, взгляды других людей, да, там, ну, грубо говоря, вам, да, например, навязываются, или, грубо говоря, вам предлагаются. Вот. Какой целью. Понятно, да, о чем идет речь. Вот, примерно, так вот, и, мне кажется, вам и можно ответить. Вот. Самостоятельно никак, потому что у вас видите, какая позиция, эм... хорошая, в кавычках. Что вы бороться собираетесь. Вот. Борьба, это не та позиция, которая нужна. То есть, нужно не бороться. Вот. Нужно именно, как бы, раскрывать, что это вам нужно. Понятно? Тогда и, соответственно, все, все будет, все, все нормально будет у вас. Вот. Еще раз повторю. Повторю. А, что, что, то, что, то, что, ситуацию смягчает, как факт, что вы три года всего лишь. Проблемы испытывается. Не, не в всю жизнь. А при год. Это очень хорошо. Это хорошо, что мало времени. Вот. И, скорее всего, какое-то, какое-то, эм... конкретное событие, которое повлияло на вашу жизнь. Вот. Так что, давайте, вот, будем забираться, брать от себя эксперта и начать последовательно работать. Это в этом направлении. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.